доброе утро сегодня 28 апреля я вот привез пчелок с утра сейчас наверно пол седьмого утра пчелочки вот живет первая пчелком полетела вот я хочу показать если хороший хозяин вот у его все смотрите перебито ни одной траве ночи не живи к ухоженная вот вот это наше место где будут стоять пчелы я его попросил чтобы он травку скосил а он не только травку скосил он все перебил теперь травки можно сказать только после среди лета появится травочка а сейчас вот мы разгрузим и поеду еще с утра один отвезу еще где-то наверно 40 штук наверное еще отвезу вот так вот мы снимаем потому что у нас летки как бы ван вей а мне надо летки сделать чтобы здесь не получается на восток я делаю где-то на на норд на норд на север наверно так вот видите как мы уже здесь наколесили как было красиво и как стало ну сейчас все будет нормально сейчас пора ставим им этих пчел и будет хорошо ну вот и все разгрузили мы челок 10 палитов немножко здесь он перепахал сделал красоту а мы немножко здесь нами силе ему ну ничего страшного а вот в принципе вот и есть деревенька там домик там домик там домик потому что здесь как бы агрокультурная зона что для сельского хозяйства у всех большие земли и ну из-за этого они как бы друг от друга живут подальше разгрузили загрузили фурлифта сейчас поеду еще один точок отвезу я хотел что сказать вот смотрите вот лошади пасутся совсем рядом у меня даже еще ближе стояли метров тоже там чуть чисто через дорогу лошади и там я простоял наверно лет лет 8 а сейчас он эту землю отдал для диване под солнечной батареи ну никаких проблем я не имел ни с лошадями не соседями то именно в казахстане были случаи там у моего друга пчелы закусали лошадь но лошадь была привязана когда лошадь привязанная то да это очень опасно и нежелательно ставить близко пчел все она имеет запах пота который не нравится пчелам а здесь а вот именно сколько лет я стою и часто бывает то пока не было никаких проблем вот видите уже все процесс пошел посмотрите сколько бутонов вот уже этой неделе где-то может быть концу недели уже будет совсем другая красота а этот старовер звать его дядя лавро хороший старикашка а знаете честно говоря у них у всех большие бороды думаешь он дед я всех дядями называю они есть моложе меня но я все равно им говорю дядя так что видите вот это будет на следующий год ежевика она в этом году отдыхает вот так вот живут видите также как в союзе она сушат белье кто это по-русски американцы этого правда не делают так они как живут очень и очень хорошо староверную машину хорошие машины впереди это все смотрите все вы кашина аккуратненько видите вот здесь это уже соседу вот яблоньки черешня чуть-чуть он есть а это уже вот соседи вот уже американцы живут то дороги это ну вот можно сказать вот в деревне вот такие дороги а то я мог ну практически почти нету был не то что я идеальнейший нет есть ямочки но их как бы ремонтирует быстро эти вот он домик вот домик проехал он коробочка стоит вон он домик вот клубничка посажена вот это вот это малинка посаженная они ее немножко по-другому она чуть повыше вот виноградник нет это было убери короче молоденькая вот сад посаженный то это уже чисто американцы в основном больше садят сады вот такие вот а домики как говорится деревенские домики ну в общей сложности вот водичка вот озерки стоят вот барашки пасутся озерковым небольшое здесь вот вот этот я тут раз снимал вот это вот продает что-то вверх 44 акра с ежевикой вместе он видите там и озерцо есть все есть то воды как бы здесь хватает для пчел мы никогда нигде не ставим шикарное озерцо ежевики здесь вот бурл за сейлом и блогере очень и очень много вот это вот а дорога это уже как бы как хайвей чик хайвей чик если взять по-русски это значит получается между поселками именно между поселками такая дорога на ней практически я мы на таких дорогах практически ям не бывает таких как бы чуть неровности чуть кочки как бы так потрясывает проблем нету бывало что что-то там гаечный ключ оставишь сзади на бампере и доедешь сюда вот на пасеке доеду 45 майлов и он как лежал так и лежит не упадет таких вот чтобы там ехал и тебя трясло и потом у тебя три дня кишки болели таких дорог практически заброшенное поле в том году марихуанка здесь посеянное было марихуану здесь садили но в этом году здесь ванька вчера встречался разговаривал я говорю что там андрея уберта пролетел володя даже деньги не вернул и сдал и как бы контракт был она примет и высушит и заплатит деньги короче она взять взяла это американка высушила и не денег ничего сейчас он на делой рассудится короче это вот новик вот такая вот можно сказать как бы американская деревня которые так по состоятельной живу да у них очень и очень хорошие дома очень много занимается нурсери нурсери это выращивают разные декоративные деревья и продают то это тоже очень хороший бизнес кто чем может как может зарабатывать тот и зарабатывает ведь вот разные деревья каких только нету на них и подстригают и все по-разному делаю чтобы человеку нравилось и покупал вот это вот тоже старовер живет вот две телочки ходит у него а вот это дом это уже сына дом вот он построил только в том году осенью закончил его делать уже перешел живет здесь был клевер в том году в этом году они что-то посеяли ну что не знаю а та сторона клевер так и остался вот это наша улица она чуть-чуть поуже видите уже вот развожу пчел немножко здесь осталось а то вот от водочки вчера посмотрел один открыла он уже полный надо срочно корпуса ставить сегодня уже паша будет наверно проверять и где ставить будет с вощиной ставить корпуса а вот это как все моя земля тянется она получается 900 фитов это значит 300 метров на 300 метров 30 акров земли видите вот заезд такой здесь я немножко здесь как бы у меня клочок больше земли то получается что заезд плохой из-за это я не поставил если бы можно было бы поставить мне shop здесь а я бы поставил здесь а именно shop потому что здесь земли больше немножко здесь заезд такой ничего нормально я планирую вот бог даст может тракторов на следующий год куплю чтобы самому вот это вот у меня низмена 56 акров занимает короче здесь как как речушка текет она не все время текет а текет только чисто где-то ну может до середины лета вот этот боярка здесь очень много боярки вот она сейчас как раз только только начинает зацветать а вот видите стоят вот так наши пчелки немножко неудобно и рулить здесь тем более поворот и рулите это вот купил я вот с таким вот ангарчиком вот ангарчик этот стоял и земля и все а теперь там поставил здесь я отдал как бы бренд там братишка и андрюша использует вот этот shop как склад то нормально здесь правда не света нету ничего нету у нас там хоть уже свет есть вчера здесь и сын начал делать пакеты то еще нам осталось а я не знаю сколько них и разделали осталось наверное может 70 этот раз он 220 хотите это братишки на барахло а тот андрюша тома держит пчелки эти вот эти пчелки уже сделаны пакеты мы может быть завтра их увезем а вот этот надо будет все делать а вот эта лодка вот это арвишка это все в наследство мне досталось а от старого хозяина ведь вот орешки посаженные погодка сегодня просто прекрасная тихо ветра нету вчера ветер сильный был а сегодня ветра нету сейчас загружу я 40 семей и еще отвезу и будет хорошо так вот время всем 23 это почти пол восьмого я вот загрузил как бы тепло пчелка уже 1 пчелка начинает летать сейчас поеду она покоится разгружу может там по 100 200 пчелок потеряется это не страшно зато я за вечер и за утро сто двадцать семей вывез а так вот наш об там а